Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 15 апреля, день Тита, назван через преподобного отца Тита Чудотворца. Он был преисполнен великой любви к своим ближним. Сохраняя себя чистым и душевно, и телесно, с самого юного возраста, святой Тит был как бы ангелом Божиим на земле. За свою добродетельную жизнь он был удостоен от Бога дара чудотворения. Сияя добродетелями иноческого жития, святой Тит был непоколебимым столпом православия. Ревностно защищал святую церковь от нападок еретиков и коноборцев. К этому времени заканчивали семейные зерновые запасы, поэтому ели только хлеб с квасом. В это время следили за ледоходом, который активно происходил на водоемах. Если ледины тонули, то говорили, что год будет непростым. В этот день гоняли ворон, чтобы они не подлетали близко к избам. Существовало поверье, если ворона будет каркать над домом, это приведет к недостатку провианта, бедный урожай и голод. А вот торговцы называли этот день барыш днем. Старались отметить его, чтобы весь год получать хорошую прибыль. Приметы. Богатый разлив рек хорошему сенокосу и богатому урожаю. Если сегодня в поле слышен крик перепела, будет богатый урожай хлеба. Если сегодня к югу тянется клин журавлей, год будет неурожайным. Лед тает и тонет на озерах, год будет неурожайным. Лед не ушел с водоема, рыбалка будет неудачной. Вороны играют в вышине к солнечной погоде. Если сегодня голуби воркуют, к теплу. 11 лунные сутки. Они носят такое название день Икадаши, первый день Икадаши. В лунном цикле бывают разные по энергетике сутки. Эти наиболее мощные из всех. В организме человека они активизируют первоначальную жизненную силу. Йоли ее называют кундалини. Эту энергию важно направлять на укрепление и обновление организма. Для того, чтобы ей ничего не мешало работать, рекомендуется полностью удержаться от принятия пищи. Если вы сегодня затеяли какое-то дело, то обязательно доведите его до конца. Физическая нагрузка должна быть обычной, а то и чуть меньше. Эмоционально будьте спокойны и не общайтесь с теми людьми, которые вас растражают. И еще одна важная рекомендация. Сегодня ничего не режьте ножом, даже хлеба. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч!